Знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Депутат Сейма, который, наверное, в основном представлении нуждается, Янис Адамсон у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот напомню тем, кто следит, наверное, знает, что Янис Адамсон давно, кстати, еще и в прошлых парламентах работает в группе Сейма по сотрудничеству с парламентом Белоруссии. Ну, сейчас, как мы знаем, у нас Белоруссия в топе и латвийских новостей, и мировых новостей. И вот вчера прозвучало, я вот сам слышал, из уст председателя комиссии Сейма по иностранным делам господина Колса, что вот эта комиссия обратилась к вашей группе, в которой вы тоже состоите, с призывом, ну, или, там, не знаю, самораспуститься, или заморозить свою деятельность, потому что уж какие контакты сейчас могут быть с парламентом Белоруссии, с Белоруссией вообще? Вот как вы это воспринимаете? Ну, пусть он со своим советом идет куда подальше, спасибо за совет, конечно. Но мы... Вы не будете самораспускаться? Нет, конечно. Мы, кстати, с господином Рубиксом, который является председателем группы... Артур Рубикс. Артур, да. Проголосовали против того постановления, которое они подготовили. Кстати, месяц назад у нас был прямой эфир в онлайне, мы разговаривали со своими коллегами из Белоруссии, пообщались, на мой взгляд, очень толково, говорили о том, что можно было бы и встречаться, но сейчас, наверное, встретиться летом, но, наверное, сейчас будет проблематично. Да. Но то, что касается господина Коллса и так называемых национально озабоченных Ринкевича, я думаю, что их давным-давно... Все данные показывают давным-давно, что они являются активными агентами наших восточных соседей, потому что во всё работают на укрепление власти и экономических выгод именно этих государств, России и Белоруссии. Ну, как, ну, этот идиотский поступок по поводу замены флага, это где ни в какие ворота это не лезет. Почему же? Мы признавали государство, признали государство, Белорусь, а символы государства что? Герб, гимн и флаг. Мы, соответственно, признали и гимн, и герб, и флаг. На каком основании министр иностранных дел имеет право снять, спустить официальный символ государства, чужого государства, за которое на референдум проголосовало подавляющее большинство населения Беларусь? Ну, естественно, что такой шаг со стороны наших политиков возьмёт хорошее патриотическое воспитание и проявление на территории Беларусь, и они более осознали и начали гордиться то, что у них есть такой флаг. Это раз. Во-вторых, а сколько решений наши национал-радикалы и правящие принимали, которое шло на пользу инвестициям в ущерб нам? Об этом мы ещё чуть поговорим. Но вот так, чтобы попытаться всё-таки закончить эту тему с флагом, она действительно вызвала большой резонанс. Но вот господин Ринкевич это объяснял тем, что у него нет другой эффективной возможности выразить свою солидарность с белорусской оппозицией, которая подвергается гонениям. И вот такая идея возникла у мэра Риги, кстати говоря. Ну и господин Ринкевич на неё откликнулся. Он всё время говорит о том, что это не его инициатива, но он её поддержал. Во-первых, голова дана человеку, чтобы вместить там мозги, которыми иногда надо думать. И на ней использовать голову для того, чтобы носить фуражку или только есть за столом. А я на неё кушаю, есть такое выражение. Да, ну приблизительно так и это происходит, потому что любой, ни один здравомыслящий человек в своём уме до такого идиотизма никогда бы не додумывался. Я не знаю, как мозги должны съехать на Бекринь, чтобы такое совершить, потому что это даже никогда не рассматривалось, что такое возможно. Ну допустим, господин Ринкевич спустил флаг Белоруссии, пусть идёт и спустит в связи с убийством, то, что обижает там чернокожих в Соединённых Штатах, в протест против этого, давайте поддержим чернокожее население Америкам, спустим флаг Соединённых Штатов Америки. А почему нет? Другой депутат мало-немного заявляет о том, что давайте захватим заложники. Сборная Белоруссия по хоккею, кстати, здесь, под рукой буквально-таки. Сборная Белорусская сборная по хоккею, да, и будем требовать, чтобы выполняли. Ну, слушайте, у нас для этого есть уголовный закон, который, и там есть несколько статей. Призыв к насилию, это раз. Терроризм. Ну, терроризм, захват заложников – это достаточно серьёзные статьи, призыв к захвату заложников, призыв к совершению террористического акта. И за это предусмотрена уголовная ответственность. В том числе вплоть до отсидки, кстати говоря. Там предусматриваются только реальные сроки. Ну, я посмотрю на реакции наших спецслужб, они по любым поводам, мониторим интернет, возбуждают уголовные дела за вражду и так далее. Посмотрим, хватит им дух возбудить уголовное дело против депутата парламента, отправившей коалиции. Да, потому что это вообще ни в какие ворота не лезет. Он, правда, сказал, что это так вот неудачно пошутил, люди просто не поняли. Он же на следующий день опубликовал пост в своём же Фейсбуке. Он может шутить по-разному, но может шутить такие шутки у себя в туалете. Но не в социальных сетях, Фейсбук, да? А Фейсбук, вообще социальные сети приравниваются к масс-медиа. Ты публично высыпил, ну, сдал назад. Это твоё право. Но внушения ему должны были сделать. Сделать негативно, да? Ну, несомненно. Вся эта катавасия, то, что произошло с Белоруссией, с посадкой самолёта. Ну, вчера на заседание парламента, к сожалению, я записался выступить. Но у меня накрылся что-то компьютер, связь я не выступил. Но очень толково выступили наши депутаты. Кстати, господин Пименов привёл много примеров, какие государства совершенно недавно сажали самолёты, проводили какие-то акции. Это раз. Во-вторых, там можно рассматривать две версии. Первая версия, что это операция спецслужб Белоруссии. В таком случае она исполнена абсолютно бездарно. Вторая версия, что очередной раз белорусам подкинули дезинформацию по поводу минирования самолёта, и спецслужбы купили. С другой стороны, если поступает информация о том, что самолёт минирован, или любое общественное здание, школы и так далее, есть закон, есть нормативная база, как в таких случаях поступают. Тут как дважды два. Определённые последовательности действий. Во-первых, поднимаются военные авиации. Кстати, и у нас, и у Латвии военные сопровождали самолёт, когда были проблемы с самолётом. Это тоже было не так уже давно. И задача у самолёта следить. Если это захват террористов, сопровождать, если самолёт направляется на город, на какой-то стратегический объект, уже извините, да, жаль этих людей, но вред, который этот самолёт, как ракета, может нанести, намного больше. Если осуществляется полёт в направлении атомной электростанции, то тут двойне вопрос, да, что можно, что нельзя делать. Такие случаи, когда спецслужбы использовали наши соседи, я не имею в виду восточных, а южные соседи, я напомню, что с десяток лет назад бывший премьер-министр Андреевич Телла и бывший министр иностранных дел и путей сообщения на тот момент он был внештатным советником президента Латвии, Андриса Берзенча, поехали в Минск договариваться насчёт транзита. И тогда решался вопрос, куда основной поток транзита пойдёт, через Клайпеда или через латвийские порты. Закинули информацию, наши масс-медиа, наши успешно охаяли, хотя ни один, ни другой не привлекался, никакой ответственности, опустили ниже Плинтуса, заставили уйти господина Рониса с должности нештатного советника, но и в результате поток транзита пошёл куда? Правильно, через Клайпеду. Да. Все эти действия, которые провели наши политики, да их политиками нельзя назвать, так политически звучит, Плутон Палает, они нанесли до сих пор и будут наносить большущий вред нашей экономике, что произошло? Практически у нас на сегодняшний день разрыв дипломатических отношений с нашим соседом, с Республикой Беларусь. А, кстати, Литва и Польша, посольство работает. Да, конечно, потому что, как бы там они ни кричали, они такие идиотские поступки не совершают. Конечно, тут проскочила информация, что все эти действия, возможно, связаны с тем, что господин Оренкович хочет заменить господина Каренча на должность премьер-министра, но не знает, кто с таким премьер-министром и где будет встречаться. И самое главное, после всех этих выходок с флагами согласятся ли международные организации проводить в Латвии какие-то международные, мировые соревнования после того, как мы здесь обошли с флагами государств, которые принимали участие, принимают участие в чемпионате мира по хоккей. Кстати, по поводу того, что вы в большинстве сказали слово не флаг, а флаги, ведь еще под эту сурдинку втихаря, я так понимаю, мэрия сняла флаг Российской Федерации. Поменяла. Поменяла. А это зачем? Вдруг поможет. Ну, понимаете, очень плохо, Абик, когда мы обслуживаем чужие интересы и не заботимся о своих. Я могу назвать десятки примеров, когда Латвия участвовала в действиях, где ей близко не надо было вылезать. То, что происходит в Белоруссии и началось в прошлом году, кстати, по поводу действий спецслужб, что это могли отработать и спецслужбы не только Белоруссии, а эту операцию разработать, свидетельствуют хотя бы тот факт, который уже исторически доказан, когда представители частной военной компании в прошлом году были задержаны на территории Белоруссии, появилась информация, точнее, была скинута информация белорусским комитетчикам о том, что они прибыли для дестабилизации обстановки и обстановки Белоруссии как раз канун выборов президента Белоруссии и во всем этом замешана Россия. Тут же все подняли вой, кинулись на Россию, на Москву, что это москвичи все провернули, а потом господин Порошенко, бывший президент Украины, сознался, что да, это была спецоперация украинских спецслужб с западными партнерами, да, было желание заманить их всех на территорию Белоруссии, и потом, после посадки на самолет, самолет, кстати, после взлета из Минска посадить его в Киеве, чтобы арестовать этих людей. По поводу этого никто тоже не возмущался. То, что могли и сыграть на данном моменте именно представители спецслужб, это тоже вполне вероятно и вполне допустимо. Но самое главное другое. Есть международные правила, есть международные организации, которые проверяют всякие такие инциденты. было ли право нарушено? Нет, да. Но по поводу пользы присутствия иностранных спецслужб, не белорусских, свидетельствует то, что как быстро последовало реакции со стороны деятеля Евросоюза, чтобы выразить и охать Беларусь. Хотя, на мой взгляд, там разбираются специалисты, Беларусь не допустила никаких нарушений, если соответствует действительности о звонках и информации по поводу взрывчатых веществ. Но если бы Беларусь не отреагировала бы и самолёт действительно взорвали бы, но тогда, естественно, в любом случае проигрыши Беларуси. Их обвинили во всех смертных грехах. И вполне вероятно и мысль, что данного субъекта, которого там задержали, его просто слили для поднятия вот этой кампании. И давайте не будем скромничать, ведь все эти, вся эта ситуация и с Украиной, и с Беларуси, и Таджикистан, Северный Кавказ, она направлена на одно, на дестабилизацию и ситуацию в России, попытка изменить ситуацию с руководством России. Немало, немного. Но когда задаешь коллегам и западным коллегам вопросы, я говорю, ну ладно, давайте, допустим, Владимир Владимирович, Путин ушел в отставку. Допустим. Допустим. А дальше что? А у вас есть гарантия, что на его место не придет человек более жесткий? Ведь ястры бы есть не только в Соединенных Штатах или в Европе, они есть и в России, которые настроены действовать более радикально. Или все-таки есть, мы уж говорим, что мы демократы, так давайте представим возможность народу самому выбирать, за кого голосовать и будем уважать тех лидеров, за кого проголосовал народ. Ну, да здесь еще один момент, я думаю, что мы, кто-то вот, может быть, в порыве эмоций все время забывает, что все-таки Россия и Белоруссия, о которой мы говорили в первой части, ведь это наши соседи. Так было, есть и будет. Ведь кроме всего прочего, кроме взаимоотношений с оппозицией, кроме нашей там позиции по демократии и ее отсутствии там в Белоруссии, это, наверное, другой вопрос. Все равно, в любом случае, вот географически мы были и остаемся соседями, что бы там, кто бы там не был президентом, я не, ну, это же понятно или нет? Ну, иногда мне кажется, что для наших национально, радикально настроенных людей это абсолютно непонятно, они не понимают, что к чему, ну, а самое главное даже не это, если и понимают, то, возможно, свыслужиться и добиться того, чтобы какой-то дядя тебя похлопал по плечу, для них превалирует над тем, что может потерять или приобрести наше государство. Я могу напомнить, у нас были неоднократно случаи, когда бывшему президенту говорили, вот сделайте так и так, вы можете претендовать на должность в организации объемных наций. У нас был генпрокурор, который относил дела об оперативной разработке нашим стратегическим партнерам, что есть нарушение государственной гостайны. И вполне возможно, что и министр иностранных дел, нынешний наш, надеется, что ему представят какое-то местечко или в Евросоюзе, или в организации объемных наций, если не прокатит вопрос с его премьерством здесь. Тоже вполне реально, но хочу сказать одно, что их всех кидали. Их использовали и потом кидали, и ничего они не получили. Вот тоже интересно, мы создаем общую атмосферу отношений, например, с Россией. Казалось бы, вроде бы мелочь, ведь как объясняло посольство Латвии и Москве, им же надо было что-то сказать, они говорят, вы понимаете, ну что вы так возбудились, ведь мы же или там сняли флаг, во-первых, не на самих спортивных играх, это в городе, инсталляция, и заменили его на флаг Российского Олимпийского комитета. Ну, вроде бы, если так совсем придираться формально, вот Россия сейчас вынуждена играть вот под знаком Российского Олимпийского но все равно ведь осадочек остался, как в том анекдоте, это ведь очень неприятно, это наш сосед, зачем вот эти игры с флагами? Совершенно верно, ведь не надо было тогда изначально поднимать данный флаг, и вопросов не было. Да, а то мы демонстративно сначала ставим, потом демонстративно снимаем, зачем это? Абик, я как-то месяца назад написал статью, которая, ну, про всей демократичной ситуации в нашем государстве, о том, что мы живем в мафиозном государстве. Латвические масс-медиа его не опубликовали за исключением Латолапса, Петек Ком, и потом уже русскоязычные масс-медиа ее перепечатывали, да, и там я приводил пример, почему я считаю, что мы живем в мафиозном государстве. В мафиозном государстве не руководствоваться законами, правовыми аспектами, а, как правило, понятиями. Да. Вот, когда вы заговорили о мафиозном государстве, не хочется проводить параллели, поскольку еще следствие впереди, но многие обратили внимание, а поскольку вы работаете в комиссии системы по обороне внутренним делам, наверное, вы бы это тоже будете обсуждать, на эту череду задержаний высокопоставленных должностных лиц госполиции. Понятно, что следствие только в самом начале, мы не можем кого-то, так сказать, обвинять, но вот та информация, которая прозвучала в отношении одного высокопоставленного полицейского начальника, который был задержан службой госбезопасности, я так понимаю, подозревается, насколько можно понять, в отмывании средств довольно серьезная статья. Собирается ли вы в комиссии это обсуждать, поскольку за последнее время это уже не первые такие вот ситуации, которые возникают. Еще один, кстати, начальник отдела полиции Рижского региона был задержан. Дело в том, что и в этой статье я отчасти об этом говорил, что есть в середине 90-х мы достаточно успешно боролись с организованной преступностью, тогда было, напомню, 72 оргпреступные группировки, и достаточно успешно с ними в этой борьбе мы выигрывали, благодаря всем и полицейским, и полиции безопасности, и так далее, и так далее, то со временем они изменились ситуацию, изменились. Кстати, на выборах в восьмой парламент тоже хочу напомнить, я писал тогдашнему президенту заявление после итогов выбора, что многие партии, которые прошли в парламент, получали финансирование от представителей оргпреступных группировок, да, причем там были и счета указаны, так что при желании расследовать не представилось бы, не было бы и трудностей, но ничего не последовало. Потихоньку они взяли власть в руки это бывшие или действующие сотрудники правоохранительной системы, особенно наших спецслужб, субъектов оперативной деятельности, и они посчитали, что ребята, которые там не совсем честным путем заработали денег, что им пора делиться и у них надо эти денежки отнять. Но как-то парадоксально происходит, что вот оно парэксбанк, который налогоплательщики заплатили наших миллиард евро, но продали его за 70 миллионов, это, конечно, хороший бизнес, но там чиновник от министерства финансов был назначен администратором, ликвидатором и так далее, но на сегодняшний день он вдруг стал миллионером Это случайное совпадение? Это совершенно случайно. И цифры, которые фигурируют по поводу изъятия там денежных средств у одного или другого, ну, как и с парэксом, тогда фигурировала цифра 340 миллионов, так и здесь, с банком АБЛВ, но любой здравомыслящий человек, который прочитает то, что представили наши службы и опубликовали, да, они не могут многое вещи доказать, но это абсолютно понятно, или дело о картеле строительном, где фигурируют и политики, и представители различных служб по поводу взяток и так далее. Это что, не мафиозное государство? Мафиозное государство, это когда оргпреступность сращивается с политической властью. Да, нет еще, слава Богу, центральной такой структуры, но если не принимать меры, то мы к этому и скатимся. Да, вот мы знаем, что был целый ряд громких убийств за последние годы, в том числе и футбольного агента, самое последнее громкое убийство, но пока, я так понимаю, особых успехов нет, расследование продолжается, как нам заявляют правоохранительные органы, но это с чем связано, на ваш взгляд? С профессионализмом. Вот я к этому веду, да? И проблема-то очень простая, я начал говорить по поводу того, что оргпреступность начала сращиваться с политической властью, и достаточно давно правоохранителям все время надо было их тормозить, а когда они начали сращиваться уже оплотно, и политика начали поддерживать, всяких правонарушителей, то к чему удивляться? И апофея всего этого, это была ликвидация Академии полиции. Мы можем говорить о том, что ребята, у нас там плохо расследовательные дела, для сравнения по данным госконтроля Латвии, 40% уголовных процессов заканчивается, прекращается из-за давности, из-за сроков давности. У нас катастрофическая нехватка следователей, и да, есть очень толковые, но если смотреть в массе своей, то нет. то, что необходимо вводить в виде наблюдения, была описана еще концепция развития МВД в 95-м году, которую я имел честь защищать правительство. Прошло, извините, 25 лет, и до сих пор это не осуществлено, да, да, и многие другие вещи, что можно было бы сделать. А есть негде готовить специалистов, полицейских, следователей, оперативных работников и так далее, но, к сожалению, надо согласиться с нашим президентом, который заявил, что мы живем в самом демократическом государстве, и у нас любой прохожий может стать министром. Поэтому не надо удивляться, что у нас чиновники проблематичные, мягко говоря, что чиновники и политики не способны принимать решения, а чтобы это все сбаланутить, нужны громкие посадочные дела, и очень хорошо, если бы, я никому не желаю зла, но очень хорошо, чтобы ответственные политики наконец-то были привлечены к уголовной ответственности, ну, хотя бы по ойку, хотя бы по вакцинации вопросам и так далее. Кстати, по-моему, год тому назад в нашем эфире, может быть, больше времени бежит быстро, вы сказали, что вообще в свое время, это было 2009 год, ликвидация Академии полиции, это преступление против национальной безопасности. Да, конечно, конечно. Я так понимаю, сейчас лихорадочно все-таки власти пытаются восстановить эту Академию. Не прошло и 10 лет, когда до них дошло, хотя практически на каждом заседании комиссии я им об этом напоминал. Что порабы, да? Что, ребята, вы понимаете? Что вы творите, да? Я писал заявление о том, что это преступление против национальной безопасности и угрозы национальной безопасности несколько лет назад. Ответ я получил, да. Отписка, да? Что? Нет, ответ очень толковый. Вы знаете, Академия полиции была ликвидирована в соответствии с законодательством Латвии. Слушайте, я ведь не задавал вопрос, правильно она ликвидирована или нет. Вы же не юридическую оценку просили, да? Я просил оценку совершенно о другом. Что это преступление и это угрозы против национальной безопасности нашего государства. У нас прекратится подготовка специалистов. Ну, мы на сегодняшний день получили, мы там, где и есть. Да. Вот, что касается, вот мы заговорили о должностях, о качестве наших политиков и особенно государственных деятелей. Вот, как вы оцениваете вот эту, не знаю, схватку за внезапно образовавшийся вот свободный пост министра экономики? Правящая коалиция, там уже каждый хочет своего человека посадить на это кресло, правительству не скучно. во-первых, они все давным-давно как пауки и банки между собой дерутся во внешний мир, это не выходит, но между собой они грызутся, дай-то боже, они не могут ужиться мирно, но, хотя, с другой стороны, о каких политиках мы можем говорить, да, если политики выезжают в Соединенные Штаты Америки или банкиры наши, делают все, чтобы был ликвидирован достаточно успешный наш банк, АБЛВ, дает по всей видимости заведомо ложные данные при оценке. Другие едут туда, чтобы и добиваются, чтобы включить того же самого Лэнбергса в черный список Соединенных Штатов Америки. Ну, ребята, о чем мы говорим? Там какой, там цель, у нас в парламенте можно создать фракции от людей, которые находятся под уголовным преследованием. Так что Бикшер, если бы и было бы возбуждено против него уголовного дела, у него там компания уже впереди возможные соседи. Но мы живем в таком государстве, а что можно сделать? Да очень просто. Ребят, через год выбора парламент, вот не сидите и потом не звоните, что вот оно, я принципиально не голосую. Ну, не голосуйте, так выезжайте отсюда. Не хотите вы повлиять на процессы, так давайте. тогда не надо жаловаться о том уровне жизни, который у нас есть, о тех безобразиях, которые у нас происходят. И это вакцинации, но рано или поздно она закончится, но давайте не забывать все эти грехи, все эти проступки правящей так называемой элиты, и к чему это приводит. А приводит это к реальным смертям. Люди умирают от того, что они своевременно не получили медицинскую помощь, они не получили вакцины и так далее. Хотя возможно в последствиях еще в 18 году на конференции Балтийской Ассамблеи мы рассматривали один из вопросов о готовности Балтийских государств к кризисным ситуациям. И пришли к выводу, и потом написали всем правительствам, призвали все правительства, пришли к выводу, что нормативная база у нас готова, нормально, но реально наша больница не готова к приему большого количества больных. И были указаны на какие моменты необходимо обратить внимание. Что-то изменилось? Ничего. После трагедии Залитуды было принято решение на засадание комиссии в том числе давайте создадим полигон, где обучать полицейских, спасателей. Сделано. Такое же решение приняла и Балтийская Ассамблея. Сделали? До сих пор нет. Сколько лет прошло? Конечно, проще думать, как набивать свои карманы и не думать о том, что как выполнять те обязательства, которые ты на себя взял, идя во власть. Меня как-то не научили воровать, но и как-то никогда не стремился. Но не знаю, у каждого свои причины, почему он идет во власть, но как правило, так называемые, у власти, которые приходят с горящими глазами, давай вспомним, пришли с лозунгами, такими, такими. Мы должны были уже жить ой, как хорошо, но все свои обещания забыли из-за теплых кресел и так далее, ну и результат такой, как есть. Значит ли это, что в принципе все равно это правительство, несмотря на то, что они, как вы сказали, живут как пауки в банке, там пять этих политических сил, все равно они до выборов все им доработают. Ваше ощущение? Вы не первый день занимаетесь журналистикой, и давно поняли, чем более идиотское правительство, чем оно более бестолковое, тем больше находится власть. Потому что как раз мафиозные структуры это абсолютно устраивает. Ну что ж, опять-таки у нас может быть такая не оптимистическая картинка, но пока не реалистическая. Янис Адамс у нас был в прямом эфире, большое спасибо. И в конце я хотел бы пользоваться моментом, поздравить своих бывших коллег пограничников с Днем пограничника, всех, кто носил погоны с зеленой окантовкой и с зеленой расцветкой, с праздником, и всех школьников, родителей и учителей с тем, что окончилось обучение. Это ужасный учебный год. Это ужасный учебный год. И будем надеяться, что с Нового года, с 1 сентября, наконец-то дети нормально смогут идти в школу и получать нормальные знания. Это тот редкий случай, когда дети с Адамсом наконец пойдут в школу. И Адамсом у нас был в прямом эфире. Большое спасибо. Спасибо.